МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 10 утра на площади Победы пройдет торжественный митинг-концерт, а в Суздаль в этот день вспомнят героев народного ополчения Минина и Пожарского. Усыпальница князя Пожарского находится на территории Спаса-Ефимиева монастыря. 3 и 4 ноября Владимирская область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она проходит под девизом «Искусство объединяет». В рамках акции специальные вечерние программы подготовили музеи, библиотеки и концертные площадки Владимира и области. Так уже 3 ноября в городском дворце культуры пройдет литературное представление от артистов театра-студии «Новая сцена». Оно называется «Сказки, рассказанные ночью». Начало в 20.30 приглашаются все желающие. По программе Владимира Суздарского музей-заповедник акция продлится целых два дня. В субботу с 18.00 до 10.00 вечера гостей ждут музейной экспозиции палаты Дмитриевского собора. Там пройдут экскурсии и музыкальные программы. В музее «Хрусталья» в Гусь-Хрустальном в этот же вечер пройдут мастер-классы, концерты юных владимирских музыкантов и профессиональных исполнителей из Москвы. 4 ноября в Суздале, начиная с 6.00 вечера, проведут экскурсии по вечернему Кремлю, расскажут об истории древнего города и порадуют музыкальные программы от эпохи барокко до наших дней. Посещение экспозиции и концертов платное. 4 ноября с 6.00 до 10.00 вечера бесплатно можно будет посетить экспозиции Центра пропаганды изобразительного искусства. Организаторы обещают, что в выставочных залах объединятся живопись, декоративно-прикладное искусство, кинематограф, театр и музыка. Гостей ждут сразу два концерта, кинопоказ документального фильма и даже моноспектакль. Двери корпуса областной библиотеки для детей и молодежи на проспекте строителей 23 тоже не закроются до глубокой ночи. Посетители ждут концерты, мастер-классы по рисованию, хореографии, фотоискусству, а также литературные шарады, игры и экскурсии. Кроме того, в библиотеке откроется виниловая комната, где меломаны смогут послушать хорошую музыку.